Здравствуйте, друзья! Приветствую всех на своем канале. Сегодня у меня дебютная рубрика «Продуктовые подсказки». Хочу поделиться с вами теми продуктами, которые я покупаю. Возможно, вы что-то подчеркнете для себя интересное. Главным условием, конечно, являются качественные продукты по недорогой цене и желательно еще по скидкам. Все, приступим! Вчера была в магазине «Магнит». Приходила вот за такими продуктами. Купила горбушу. Горбуша натуральная, 5 морей. Это вообще мой самый такой любимый продукт. Горбушу я покупаю только трех производителей. На первом месте у меня горбуша 5 морей. Стоит 135 рублей. Сейчас в «Магните» обычно стоит 270 рублей. Хорошего качества. Никогда меня не подводила за много лет. То есть вот это на пьедестале у меня стоит 5 морей. Дальше «Фиш» и «Доброфлот». Все, больше никакую горбушу, никаких компаний я не покупаю. Было, пробовала, выбрасывала. Непонятно, что в банке. Вот это могу вам смело порекомендовать. Отличная горбуша. Использовать скоро Новый год, друзья мои. Всегда ее использую. Супчики очень вкусные получаются. Салат «Мимоза». Ну и просто так на дачу приезжайте с картошечкой. Отварили картошечки. Достаю из подвала, из погреба капустку, огурчики, томатики. Все вот выручает очень хорошо. Никогда не бывает вонючей какой-то, отвратительной. Отличная горбуша. 5 морей. Вчера зашла, хотела 4 банки взять, но на витрине оставалось уже 2 банки. Народ знает, что покупать. Да, еще по горбуши забыла вам сказать. Когда покупаете, обязательно смотрите вот производство, дату производства горбуши. Здесь 24-е, 05-е, 22-е. Потому что на скидках, свежая горбушка, потому что на скидках бывает, что выбрасывают, а там впритык уже срок годности. И еще маленькое замечание, когда любой рыбный продукт покупаете, обязательно смотрите, где ее выловили и изготовили. Здесь вот Московская область, но она всегда отличного качества, всегда. Конечно, лучше брать Сахалин, Камчатка, вот там, где ее добывают. Место вылова и место производства горбуши, чтобы совпадало. Ну вот, Московская область, повторюсь, беру всегда ее очень много лет. Очень хорошая, вкусная горбуша. Далее обратила внимание на свой любимый горошек, бандюэль. Тоже на скидке сейчас, так, без скидки. Я уже видела по 170 рублей. По скидке он сейчас стоит 89 рублей. Очень выгодная цена. Опять же, впереди новогодние праздники. Хороший, вкусный горошек, нежный написано. Тоже обращайте внимание на срок изготовления. И еще маленькая такая подсказочка для вас. Берите горошек зеленый именно июньского срока изготовления. То есть, наибольшая вероятность того, что он изготовлен из немороженого горошка. Потому что, например, уже июльская партия, это фактически 100% замороженный горошек. И он не будет нежным, а обычно бывает таким твердоватым. Можно и здесь, конечно, напороться, но, вероятно, здесь меньше. 89 рублей, магазин Магнит. Очень хороший, вкусный горошек. Взяла одну банку. Так, сейчас пойду в Магнит, возьму еще обязательно еще несколько баночек. И еще в магазине Магнит взяла вот такой сервелат зернистый. Беру мужу. Я, в общем, не очень, фактически не ем, а он любит на бутерброды. 159 рублей на скидке. Посмотрите, сколько тут грамм. 420 грамм. В принципе, нормально. Так стоит 300 с лишним рублей без скидочки. Посмотрела состав. В принципе, нормальный. На первом месте стоит свинина. Далее филе грудки. Там шпик. И что немало. Конечно, тут есть всякие добавочки. Но что немало важно, здесь нет мясомеханической обвалки. Во всяком случае, производитель Останкина нам об этом не пишет. Потому что там, где присутствует мясомеханическая обвалка, в любом, где вы покупаете любой продукт, не берите. Потому что в мясомеханической обвалке идут все отходы. Вот рога и копыта туда тоже идут. Вот все, что нужно выбросить от производства курицы, все, что от производства крупного рогатого скота, идет в механическую обвалку. Сейчас ничего не выбрасывается, а предлагается нам в пищу. Поэтому вот неплохой сервелатик. Тоже могу его порекомендовать. 159 рублей. Магазин Магнит. Еще на глаза в магазине, в Магните, мне попалась вот такая горбушка. Очень хорошая, свежая, октябрьского вылова. Но, во всяком случае, так нам здесь пишет производитель. Хороший срок годности. Это новый улов. Не было у нас до этого горбуши. Сейчас мониторю и свои интернет-магазины, где я рыбку заказываю. Вот как раз-таки сейчас пошла новая партия горбуши, новый вылов. При покупке горбуши стоит 340 рублей. При покупке горбуши тоже маленькая подсказочка. Когда выбираете, смотрите спинку. Чтобы спинка была как можно толще. И даже вот еще такая подсказка по селедке. Когда селедку покупаете, то же самое с кумбрией, когда покупаете. Смотрите на спинку, на ее толщину. Хорошая рыбка, не перемороженная. Сейчас буду ее размораживать и засаливать. Если нужен рецепт, сделаю на канале. Лет 30 я солю так рыбку. Никакую там готовую красную рыбу я не покупаю. Отличное, хорошего качества. Здесь килограмм. 340 рублей магазин Магнит. Но это уже не Магнит. Это в Перекресток я заходила. Купила вот такой сыр. Копченый Аланталь. Его очень люблю. 132 рубля стоит вот такая упаковочка. Это без скидки цена. Стараюсь брать на скидках, но почему-то уже давно нет его на скидке. Он еще есть также в Магните. Но там вот 5 таких колбасинок. Вот видите, он такими колбасинками, сарделинками такими. Помещен в вакуумную упаковку. И каждый сырочек, еще как сосиска, обернут в полиэтиленовой упаковочке. То есть в индивидуальной упаковочке. Нужно, что мне нравится. Но я ее вообще люблю. Я не ем ни колбасу, повторюсь. А сыр этот очень люблю. Если делаете какой-то салат, вы знаете, с копченым сыром, нужно натереть на терочке. Чтобы не покупать большой кусок, взяли там 2-3 колбасинки, сколько вам нужно. Натерли на терочке, остальное все помещаем в холодильник для дальнейшего хранения. Очень вкусный. Смотрите, кто любит, смотрите на скидках. В общем, не удержала. Вчера взяла без скидки. 132 рубля в перекрестке. Привезла с дачи капусту. Вот на килограмм 8, по-моему, качан. Тут поднять его даже тяжело. Не могу поквасить. Почему? У нас очень в квартире жарко. 30 градусов в квартире. Был у меня негативный опыт, что капуста закисала. В общем, повезу сейчас ее на седьмое. Поедем на дачу. Повезу ее обратно. И буду уже квасить непосредственно на даче. Хорошая капустка. Урожай отличный в этом году. У меня не стало снимать. И маленькая тоже подсказочка. Когда вы закладываете капустку на хранение. В холодильник вы убираете. Я не закладываю в полиэтиленовый пакет, как делала это раньше. А именно оборачиваю пищевой пленкой. Именно пищевой пленкой, не стрейч пленкой. Очень нравится мне. Хорошо хранится. Отлично хранится. Капусточка. Вот это сорт. Сейчас скажу. Агрессор. Вот. Это здесь у меня от пленочки. Пленка пищевая. Вот это ценник от пищевой пленки. Очень хорошая. Буду квасить. Если нужен рецепт, сниму. У меня есть рецепт на канале. Если нужен, сниму. И еще хочу показать. Вот капусточка Калибас. Там спрашивали, что я с ней делаю. Для чего. В каких блюдах использую. Друзья мои. Фактически она идет для приготовления салатов. Но вот я варила борщ. Не стала резать вот такую огромную капусту. И добавляла сюда Калибас. Вот тоже она у меня в пищевой пленочке обернута пищевой пленкой. Очень хорошо. Единственное, цвет чернильный. То есть, если нужно там сварить щи, там еще куда-то, конечно, она окрасится. Цвет будет не очень красивый. А вот у меня дети в салатах говорят, мама, сажай как можно больше. Очень нравится. Говорят, что даже ее квасит. Не пробовала. Может быть, стоит и попробовать. Отличнейшая капуста Калибас. Последний кочешок у меня остался. Ну вот все, что я сегодня хотела вам рассказать. Если вам было интересно это видео, пожалуйста, оцените его. Напишите, стоит ли продолжать. Такую рубрику продуктов, хороших продуктов по невысокой цене и на скидках. Буду, конечно, продолжать. Поэтому вашу оценочку жду с нетерпением. Все, дорогие мои, всего доброго. Будьте здоровы и счастливы. Берегите себя, своих близких. В наше непростое время. Всем всего, всем желаю добра. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok